Роман, ваш итог этого года. Что мы, наверное, так я скажу, что мы приобрели, что мы потеряли, к сожалению, и так каждый из нас чувствует, а вот иногда нам недостаточно времени, чтобы остановиться и проанализировать, что мы получили. Ну, согласен с Иваном, феерические дятлы, которые приняли решение выполнять 200 тысяч человек, 200 тысяч армии на 2500 километров фронта, хотели занять как минимум половину Украины и вообще победить 40-миллионную страну. Это никакие ворота не лазит, это уже проблема с психикой однозначной в России, но они за это время уничтожили 100 тысяч профессиональных военных. Это тот свет российской армии, который был подготовлен. Готовятся профессиональные военные, готовятся десятилетия. Люди после школы поступают в училище, дальше несколько лет учатся, после этого поднимают свое мастерство военное. То есть и эти профессионалы были просто за год сожжены, сожжены, естественно, с помощью нашей армии, с помощью нашего и наших союзников оружия. То есть мы здесь получили как минимум за этот год сейчас со стороны России армию, которую уже назвать армией нельзя. То есть профессионалов 100 тысяч сожгли, они собрали сейчас где-то минимум несколько десятков тысяч сидельцев по тюрьмам, остальных привлекли просто длинным рублем. То есть это получается армия, такой сброд блатных и шайка нищих. Вот это вот российская армия, которая сейчас перед нами стоит. Единственное, у них очень много людей. Да, этот сброд составляет сотни тысяч человек, они со стрелковым оружием и в принципе они также могут выполнять определенные задачи. Пусть не наступательные, но по крайней мере и оборонительные. Что приобрели мы? Мы за это время приобрели как раз профессиональную армию, причем профессиональную армию, которую начали подготавливать наши инструктора, наши партнеры. В этой борьбе на своих полигонах, на своих инструкторах, на своей технике мы приобрели очень большое количество друзей среди военных разных стран. Больше пяти десятков стран сейчас нам помогает. Как минимум больше полутора до двух десятков военных из этих стран непосредственно участвуют в подготовке нашей армии. То есть мы получили полностью новую армию, можно сказать, уже по лекалам, натовским лекалам, по лекалам новой сити-центрической войны. Мы уже используем эти моменты в ведении нашей войны. И подготовка наших военнослужащих, конечно, на высшем уровне, тем более они эту подготовку дополняют уже работой на линии фронта. То есть проходит уже боевое слаживание, можно сказать, выполняя боевые задачи. Потому мы получили одну, наверное, из самых мощных сейчас армий, которые есть в мире. Ту, которая прошла боевое крещение. Причем по всем уровням. То есть от низовых звеньев, от батальона до главкома. Потому, можно сказать, приобретение очень мощное. Единственное, что стоило нам, как минимум, больше сотни тысяч жизней украинцев. Это очень большая цена. Да, я только, знаете, добавила, господа, когда вы подчеркиваете, и мы сейчас дальше будем, конечно же, говорить о вооруженных силах Украины. О том, как они у нас разрослись, стали профессионалами, действительно показывают высший класс. Я все-таки хотела бы напомнить и о гражданском обществе. Мои две любимые истории. Первая, это, конечно, в начале войны, когда в Конотопе женщина кричала, куда вы пришли, здесь все у нас ведьмы. И угрожала вооруженным силам Российской Федерации импотенцией. Ну и, конечно, киевская женщина, которая точно так же пыталась сбивать дроны помидорами. Это тоже как раз пример того, что такую страну с таким обществом победить нельзя. Но еще и очень важно помнить, что мы уже успели пережить за это время. Сначала полномасштабной вооруженной агрессией российскими оккупационными войсками по объектам территории Украины нанесено почти 5 тысяч ракетных и почти 3,5 тысячи авиационных ударов. Об этом заявил замначальник главного оперативного управления Генштаба вооруженных сил Украины Алексей Громов. По его словам, на фоне снарядного голода противник использует противокорабельные крылатые ракеты воздушного базирования Х-22, так называемые убийцы авианосцев. Также противник нанес почти чуть больше 1 тысячи ударов с применением беспилотников. Субтитры создавал DimaTorzok